всем привет друзья с вами малдры мы продолжаем играть в черное зеркало 2 на втором этаже замка мы находимся давайте посмотрим что у нас здесь есть вообще в принципе мой телефон мобила хотел сказать вот каменное лицо понятия не имею что здесь изображено фантазия на тему сторожей заперто скорее всего там все равно ничего нет старомодный телефон но кому мне звонить да я кстати не исправил бак с древом гордонов и я честно сказать забыл даже почему я этого не сделал черт вери точно ну ладно может быть нам не понадобится но сегодня во всяком случае старомодный телефон но кому мне звонить но я ведь точно хотел и что-то даже пытался сделать по поводу бага к вопросу о наготе в англии здесь мы увидим сразу четырех обнаженных девушек а парень вокруг которого они окружатся похоже не верят своему счастью к вопросу о наготе ванна нагота ванная комната бейтса я сейчас пытаюсь вспомнить расположение в первой части комнат вот по идее комната бейтса ванной ванной мы не видели а то все правильно комната бейтса вот там чуть левее комната сэма вот только у столика комнаты роберт и вот с правой стороны была комната блеха муха виктория ну ну ничего себе ванная обалдеть так все фундаментально сделал прицеп прикиньте он ванная шкаф-зеркало скамья куча полотенец большие маленькие но только полотенца ты не взял полотенца куча полотенец никак не пойму что случилось зеркалом в нижнем холле мне показалось что я видел сэмуэля гордона когда все закончится я наверное рухну от усталости выгляжу устала выгляжу выглядишь устала скамья ну у них и представление об уюте скамья в ванной скажите на милость а чего нет кстати по интерьеру даже подходит занавески в ванной но о вкусах не спорит а что должно быть в такой ванной жалюзи множество крыш эркеров стен сколько же комнат в этом замке здесь можно целиком спрятать мамин битфордский домишко люстра в ванной что еще грёбаные америкашки не понимают ни хрена в замка полвека назад такие смесители продавались по всей стране работает старомодная ванна выглядит довольно уютно но для меня она пожалуй маловато ты сам-то метр с кепкой в прыжке еще маловато маловато не вижу ничего необычного разве что нет пробки набрать ванну будет сложно я кстати заметил что у нас есть остались точнее сапоги но они стали грязными может быть надо их вымыть что ли в этой ванной и пробку надо где-то обнаружить эмблема на ванной голова льва кажется в античности лев считался символом бессмертия но к чему это в ванной пудра косметика и тому подобное для меня тут ничего полезного нам надо значится где-то обнаружить пробку пробку от ванной понятия пока не имею где пол должно быть чертовски трудно так надраить этот старый каменный пол живо представляю как бейтс дважды в день проверяет нет ли в каком-нибудь уголке пыли пол более чем чист придраться не к чему пол боль пол чистый может быть походить пол пока лучше не пачкать на это нет причин да и бейтс разъярится если застукает меня нет это скорее всего нам надо будет испачкать этот пол для чего опять же скорее всего для того чтобы отвлечь как-то боится комната боится а я чуть никуда не могу пойти в холл дверь заперта дверь заперта я так понимаю мы не попадем в комнату сэма и соответственно в комнату роберта тоже хотя в комнате сэм я бы побывал там конечно нет ничего особенного но чисто посмотреть ради интереса в холл погнали обратно нет тут ничего интересного у нас здесь одна элеонора осталась кстати в дверь открыта библиотеку а где виктория ну-ка побазарим с элеонорой пока нету виктории леди элеонор вы весь здесь уже несколько лет да верно после смерти мужа я не захотела жить одна в большом доме и тогда вы переехали к родственникам в уиллу крик и привезли с собой луис луис работал садовником у меня в уэльсе он иногда с ним бывает сложно но я просто не смогла прогнать его и предложила уехать со мной и работать здесь в саду к чему он кажется не слишком расположен ну просто он плохо переносит расставание со своим садом в родном уэльсе итак луис оказался здесь по своей воле не понимаю почему он не хочет попробовать начать все сначала вы еще очень молоды мистер фарик вам не понять что это такое покинуть родину луис коренной житель уэльса а без корней дерева жить не может тогда почему он не вернется и я говорила с ним об этом предлагала небольшой пансион сначала я думала что он воспользуется предложением но луис все таки остался здесь странно он сложный человек работает на меня больше двадцати лет но кажется я его не до конца еще понимаю думаю в своем несчастье он винит меня почти не говорит со мной только при крайней необходимости и в его взгляде я читаю ненависть расскажите о вашем имении в уэльсе это очень красивый замок не такой большой и старый как этот я не была там с тех пор как переехала сюда боюсь сейчас он в плачевном состоянии и болото скорее всего разрослось ужасно я бы не вынесла вид своего дома в таком состоянии там мы прожили много счастливых лет когда умер ваш муж несколько лет назад сэр ричард мой муж был ученый он проводил эксперименты в летнем домике я часто говорила в шутку что рано или поздно он взлетит на воздух но никогда не думала что это произойдет на самом деле готов поспорить меня держали в замке леди элеонор все сходится и судя по тому звонку замок выбран не случайно может быть она передала ордену свое старое имение какими исследованиями занимался сэр ричард он многим интересовался но после трагедии двенадцатилетней давности он занимался в основном кровью кровью он был убежден что кровь гордонов каким-то образом отличается от крови обычных людей думаю он искал научное объяснение тем несчастьем что преследовали семью долгие века проклятие в пробирке вы наверное знаете что душевные болезни передаются по наследству может быть и несчастье тоже или же несчастье лишь результат проявлений бреда теперь понятно что анжелина искала в уэльсе она надеялась что перед смертью ричарду удалось выяснить нечто интересное что находится за той запертой дверью двадцать четыре года назад в замке случился ужасный пожар тогда погибла кэтрин жена сэмюэля с тех пор то крыло закрыто слишком много дурных воспоминаний пожар начался на первом этаже нет на втором первый этаж практически не пострадал насколько мне известно но помещение под комнатами поврежденными огнем всегда заберты бейтс и виктория следят чтобы туда никто не входил понимаю в пожаре еще кто-нибудь погиб или пострадал окажется пострадала кухарка по моему она пыталась помочь и получила ожоги что ж продолжу осмотр до свидания леди элеонор приятно видеть в доме новое лицо кухарка да как раз это мать двери на не ну понятно что отец является отец двери на это сэм а что здесь нас почему дверь открыта вроде закрыта была библиотека леди виктория говорит по телефону послушаем не знаю он ли это у нас что и правда нет его фотографии молодой человек даже полицейским не пристала подслушивать под дверью я не хотел простите они говорили обо мне но как леди виктория может работать на орден она как никто другой должна стремиться снять проклятие так она может и стремиться что же нам делать то у нас что то тут вообще все печальная записка я только один фрагмент нашел в мозаике второй как предполагаю здесь лежит молоток а я не могу дать леди виктория говорит по телефону не хочу мешать молоток запертая дверь пытаюсь сообразить что дальше делать может на выход нам пойти все с другой стороны на улице что там делать на улице дождик погода мерзкая кстати за борт он вроде того все таки остался и молния скале освещает его эти в конюшне сходим это все колупается ворона колодец спросить у него чего нибудь еще а луис ему бабки можно предложить а за что чего чего еще леди элеонор упомянула что предлагала вам вернуться в уэльс и даже обещала выплатить компенсацию вас это не касается просто мне кажется это странно вы хотите вернуться вдобавок вам предлагают деньги и что дальше устроиться дворником в какие нибудь чертовы новостройки я несколько раз предлагал ей взять на себя заботу о замке в уэльсе чтобы поддерживать его в нормальном состоянии на это у нее якобы нет денег значит дело не в возвращении в уэльс вам хочется заботиться о своем замке и своем саде вот именно на самом деле вам хочется повернуть время вспять но так не бывает еще увидимся не обязательно а чё ж колодец то у нас тут не не тухнет не пропадает может туда нам можно спуститься у колодца ничего для меня интересного но надеюсь в колодце тоже к главному ну к замкновим воротам ой блин ты чё сейчас пойдешь через всю картинку ну ну странно но закрытое крыло находится вот здесь вот ну это по-любому судя по расположению может в ящике что-то есть пусто ящики пусто 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 наверное вся территория замка обнесена забором в этой стране аристократии не жалуют традиции открытых дверей правильно делают нахер там нужно будут шарахаться какие-нибудь бомжи или еще кто так в замок зайдем глобус каменная плита я может молотком захерачить думаю дамы не обрадуются если я тряхтую молотком их плиту шум на весь замок полиция сразу сядет мне на хвост а мне такая компания ни к чему ну нож погнется прежде чем я сдвину плиту хотя бы на миллиметр блин нож погнется все погнется но у нее замка то как я понимаю нету этой плиты просто как то он отмычка не отмычка не работает итак у нас бейс ушел в город о леонора пришла это виктория пришла запутаешься с этими бабушками да а с ними разговаривать нельзя а подожди можно вон появилась нас салли ваша служанка салли салли неудачность хаос ненадежность болтливость может быть бейтс хотел подчеркнуть свои достоинства я прекрасно знаю его достоинства я так же понимаю что ему плохо он больше не может в одиночку вести хозяйство и заботиться о нас пожилых дам в следующий раз прислугу буду нанимать и я это будет дельный трудолюбивый человек кто то кто действительно будет помогать бейтсу скажите что находится за запертой дверью крыло дома которое мы не используем могу я его осмотреть к сожалению нет в этом крыле велика угроза обрушения именно поэтому мы его и закрыли для вашего же блага держитесь подальше от этого крыла понимаю я еще немного осмотрюсь сделайте милость ну она точно подозревает то что мы это гордоны в данный момент у меня к ней нет вопросов может быть из-за этого она нас еще и предупреждает чёрт побери чёрт побери надо что то делать с этим генеалогическим древом телефон а куда она звонила такой телефон у такого чё я не стою? у такого телефона нет набора последнего номера это же дисковый старущий телефон старомодный телефон но кому мне звонить? никому ну-ка посмотри-ка что за чайный столик маленький сервировочный столик с чайным сервизом но нет ни чая ни чайника маленький сервировочный столик с чайным сервизом ну может там чё-то есть? маленький сервировочный нету там ни хрена бляха муха вот с деревом конечно засада очень жаль вот тут кстати генеалогическое древо тут чё-нибудь по-любому есть ну я не вижу ха-ха-ха а вот чё-то это назад о странное место странное место на дереве хм кажется наверху что-то закрасили прямо над поколением Сэмуэля и Кэтрин так странное значится слушайте а я что-то такое припоминаю здесь короче дерево нарисовано это я просто расскажу вам ммм нарисовано дерево имена Гордонов здесь по-моему имена где-то Сэма и Кэтрин ах ах бляха муха а мать то может быть Деррен то и не родная была может быть это это сын Кэтрин которая якобы в пожаре умерла ну опять же пожар-то устроил устроился и тут короче закрашенное что-то какое-то место есть там наверное был как раз и написан Деррен Гордон так так выйдем отсюда в коридор у бабушек надо что-нибудь спросить замок замок очень красивый но хотите сказать он рушится боюсь вы правы и не только замок что вы имеете в виду род Гордонов мы жили здесь на протяжении многих веков мы заботились о своей земле как никто но наша семья вымирает мистер Фальк скоро не останется ни одного Гордона а что хуже всего я даже не уверена что это серьезная потеря вы хотите сказать из-за из-за страданий боли за которую в ответе некоторые из нас я только что понял что если Анжелина права то это женщина моя бабушка думаю она не знает ничего о своем внуке или все-таки знает ее взгляд показался мне немного странным я еще немного осмотрюсь сделайте милость но она не бабушка им она ему выходит прабабушка то есть если Сэм отец Деррена вообще это жена Уильяма по идее а Уильям был дедом Сэма то есть это выходит про бабушка уже блин что же делать то в данный момент у меня к ней нет вопросов к Леоноре вопросов нет но здесь останется только Сэлли поинтересоваться у нее что-нибудь что-то там нарезает что-то там нарезает бляхом в столовом в кухне чайник старинный английский чайник у моей мамы тоже был такой я мог бы дать звонок на чаепитие тогда дамы покинут холл и освободят путь к плите у глобуса так так звонок к чаепитию а как его давать звонок то где-то кнопка есть или звонок то какой так звонок ручной наверное по идее должен быть устали не трогайте простите но чайник очень старый и Бейтс постоянно мне дал думать что его нужно беречь он ушел ненадолго в деревню за свежим чаем у нас весь вышел кончился чай? никогда бы не подумал что в английском замке подобное возможно Бейтс решил что наш чай испортился он его выбросил хм может это просто повод отправиться в деревню может быть мне тоже в деревню надо сходить если конечно это возможно Добрый день Салли привет Луис считает что вашу кандидатуру выбрал Бейтс а не хозяйка да это правда было несколько соискателей самых умных развернули еще перед воротами если честно мне и самой показалось что некоторые из тех кому отказали гораздо больше подходили чем я даже удивительно как меня приняли видимо его впечатлили ваши выдающиеся достоинства то-то он ворчит все время каждый день таскается за мной хвостом Салли сделает то Салли не делая этого детский сад какой-то кажется Луис больше заботится о машине чем о саде это уж точно сколько я здесь работаю он целыми днями с ней возится а если не ковыряется в машине то намывает ее или ездит куда-нибудь сегодня утром он уезжал на машине утром? да да точно я слышала как заводился мотор такое сложно не заметить но вы этого не видели я точно знаю как тарахтит его мотор иногда Луис заводит его раз по двадцать на дню когда возится с ним но вы не видели кто был за рулем Луис или кто-то другой машину водит только Луис хм ясно не смею больше отвлекать от работы а не беспокойтесь Луис значит напиздел что никуда не выезжал может быть спросите у него сейчас спросим у него выезжал он куда или нет еще раз эй Луис эй Луис чего еще? Салли говорила что сегодня утром вы куда-то ездили на машине пусть Салли пялится в свои глупые журнальчики а не сует нос чужие дела значит сегодня утром вы никуда не ездили? я так и сказал я ему не верю разве кто-нибудь из стариков мог взять машину незаметно для Луиса еще увидимся не обязательно ну а кто из стариков то? так у нас что карта то есть? есть а я не могу переместиться да? так как то нам надо отвлечь старуху слушай а у тебя есть что-нибудь еще там в гнезде? я уже достал то что мне нужно к этой птице я теперь близко не подойду нам нужен какой-то звонок что-ли чего-ли как их на чай-то позвать? горшки вон тут какие-то я нашел два металлических горшка судя по слою пыли ими давно не пользовались нет где ж ч... слушайте а там чайный столик тут стоял может там и звонок этот есть? в библиотеке я просто не представляю как их на чай-то зовут ну что там звонок как в школе блять что аж глохнешь с такого звонка ха-ха-ха чайный столик чайный столик ведь он к нему подходит маленький сервировочный столик с чайным сервизом но не чая там нету а может быть сюда надо тот маленький чайник принести старухи-то наверное здесь пьют чай-то хотя почему не там с другой стороны там тоже стол есть там каминчик все дела что это такое тайный вечер что-ли блять непонятно нарисовано вроде там другая картина там так мммм так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так что-то я не понимаю ни хрена уже где нам или чай надо раздобыть в коридор ну лестница наверх а тут то чего а ваза какая-то вот есть старинная ваза или графин не буду трогать ну почему-то а че я ее не увидел в первый раз лампа отсюда не вижу это настоящие газовые лампы или стилизованные под них электрически в любом другом доме я бы не сомневался что имитация но здесь возможно все да какие нахуй газовые лампы ты чуя то дядя может быть отмычкой чёрт не могу открыть кажется замок настолько старый что его проще вскрыть гнутым гвоздём а ножом не пойдёт гнутым гвоздём от ключ от номера так ключ от номера может быть он как-нибудь гнутым гвоздём а где гвоздей-то мне найти ну кому-то боится суть по всему все-таки можно открыть как-то куча полотенец большие куча полотенец куча полотенец где пробку нам взять так тут пол тут что-то с ванной связано я что-то припоминаю очень смутно кран ванна в плане того что то ли воды горячей надо набить то ли еще ли ну пол-то понятно надо грязью испачкать да, задачка чё-то не думал я что тут так будет гвоздём гвоздём нахрена на молоток интересно знать надо а, ну молоток это для плиты которая в холле картина может ножом её эй-эй-эй ты куда нет, ножом конечно это перебор ха-ха-ха телефон он молотком ключ от моего номера больше похож на ключ от тюремной камеры а чё в парке тут газетные вырезки о серии убийств Сэмуэля Гордона в то время тема была горячей просто подарок для журналистов я не знаю что делать что-то тут старухи сидят глобус мы уж подходили к нему десять раз может я что-то тут опусти ограда упустил может я что-то здесь может фотографировать нет на память блядь ммм чайник 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 а вот звонок то нет не он нет ну Салли подскажи хоть она так старается что не хочется ей мешать подскажи хоть что-нибудь нам пока Салли на кухне к чайнику мне не подобраться ядрит твой налево а может быть тогда с сапогами то сейчас все извозить как раз может быть ее заставят тогда убирать ммм здесь пол да действительно гляди-ка ммм ммм мм ммм мм ммм ммм Упоминала, что ее боится заставлять то тут убрать, то там убрать. Иди убирай. Добрый день, Салли. Привет. Я заметил, что пол в ванной наверху очень грязный. Что? Неужели опять? Похоже на отпечатки сапог. Тысячу раз говорила Луису, чтобы не смел соваться в дом своих спожищах. Черт. Если я не потороплюсь, старик заставит меня все перемывать. Вот теперь чайник. Салли занята. Думаю, теперь можно потихоньку перенести чайник в библиотеку. Так перенести чайник в библиотеку, а чая-то нет уже. А потом подумаю, где можно побыстрее достать чаю. Вон веток нарви были каких-нибудь растений, растений-то до хрена растений. А где мы чай-то, Дмитрий, возьмем? Я даже представить не могу. Так, чайный столик. На него надо как раз поставить этот тот самый чайник. Так, чайник и сервис уже на местах. Теперь не хватает только заварки. В деревне слишком опасно. Орден сразу сядет мне на хвост. Но это хорошая возможность проверить, попробует ли Бейтс сообщить обо мне громилам из ордена. Видимо, мне все же придется вернуться в деревню и раздобыть чай. Прежде чем лезть в это змеиное гнездо, я подготовлюсь. Лучше всего заманить орден в гостиницу. Тогда хотя бы полпути к деревенской площади будут свободными. А вот и телефон. А телефон-то чего телефон? Так, где у нас этот дневник-то? Это задание. В английском замке нет чай. Кто бы мог подумать? Если поторопиться, можно успеть принести чай из деревни еще до возвращения Бейтса. А пред этим, для дополнительной страховки, можно привлечь внимание ордена к центру деревни. Так, кажется, обе дамы, Леди Виктория и Леонор, потерялись в пространстве и времени. Они кротают свой век в глуши, ожидая смерти. Обе женщины потеряли все. Обе несчастные не имеют цели в жизни. Неужели... А какая цель в жизни, блядь, в 90 лет, блядь? Ну какая цель в жизни, может быть? Что за дурь? Дурь. Неужели Леди Виктория знает, кто я? Мне показалось, что она говорила по телефону. Кому она могла звонить? В день, когда Леди Виктория ляжет в могилу, рядом закопают и Бейтса. Он живет лишь для того, чтобы служить гордым. Он хранит семейные тайны и унесет их с собой. Так, мне кажется, Луис опасен. Он злобен и недалек, а в своих бедах винит только этих дам. Сложно представить, что он как-то связан с Орденом. Но это не исключено. Салли просто дуреха. Здесь ей не место. Она, как и остальные, прекрасно это понимает. Вот только мало знать, где тебе не место. Нужно, чтобы было место, куда можно уйти. Значит, мы тогда сейчас перекидываемся в гостиницу, наверное? Или чего, блядь? Или не можем? Гордон. Дурно. Я не могу в гостиницу перевеститься, что ли? Могу только главным воротом. Давайте. Звонок есть? Да ладно, блядь. Нет необходимости. Я уже обзавелся личным входом. Ты, блядь, серьезно? Там звонок был? Пусто. Не вижу ничего подозрительного. Каменная фигура изображает обнаженную женщину. Нимфу. За чаем придется лезть в самую гущу сектантов. Но прежде следует подстраховаться. Ты подстраховаться? А как ты подстраховываться-то собрался, дядя? Подстраховаться. Подстраховываться. Подстраховываться-то собрался. Не буду отвлекать его от работы. Ну, Саля убежала. Оно и понятно. А чем подстраховаться-то, я не пойму, блядь. Так, какая-то затупненькая серия, блядь, получается. Подстраховаться. Так, ну-ка на лестницу пойдем. Что, я там намыла пол-то или нет? Салли как раз вытирает пол в ванной. Ты хрен его знает. Комната Бейтса и все. А, позвонить, может быть, надо? Подождем, что-то тут упоминал телефон-то. Так, приступим. Мюррей. Здравствуйте, это Дэррен Майклс. Сегодня я уезжаю. Через полчаса буду в отеле. Звоню, предупреди, чтобы вы подготовили счет. Нечего готовить? Ах, да, верно. Я же заплатил вперед. Ну, неважно. Вы меня поняли. Увидимся через полчаса, Мюррей. До свидания. Итак, Мюррей в курсе дела. Если не ошибаюсь, через полчаса в гостинице меня будет ждать орден в составе одного-двух батальонов. Вперед. В деревню. Может быть, кстати, это генеалогическое древто и роли-то особой не играет. Я тут зря переживал. Открытый с видом. Ну что, в деревню? Как не... Вот. Так я и думал. Не думаю, что в библиотеку он ездил за покупками. Черт, Том вернулся. Значит, Бейтс все-таки связан с орденом. Нужно подобраться поближе. Но лучше сделать это другим путем. И вообще я вам не мальчик на побегушках, понял? В конце концов, вы получаете щедрое вознаграждение. Да-да. Сам знаешь, как мне нужно ваше дурацкое вознаграждение. Не смейте говорить со мной в подобном тоне. Вы знаете... Ладно, дедуль. Пойду на поиск. Благодарю. Интересно. Интересно. На поиски кого? Нас он пойдет? Ну тут все закрыто как бы. А где чай-то нам взять? Закрыто. Черт. Где еще достать проклятущего чая? Мне нужно туда попасть. И ждать до вечера я не могу. У нас есть отмычка, в принципе. Давай. Как мило. Взломать дверь Тома его же инструментами. Принцип тот же, что в гостинице. Бля, хомуха. Вот это мне не нравится, этот принцип. Так, ну и что тут? Тут надо как-то изогнуть. Нет. Надо вот так маленько сделать. Суй. Нет, надо маленько пониже. Чуточку. Попробуем. Ну, будем считать, что одна есть. Здесь. Чутка повыше. Чутка пониже. Ну-ка, ся. Ну, вроде бы, да. Здесь сильно выше. Так, чуть-чуть пониже надо, да? Допустим, вот так. Наверное, пойдет. Так, а вот тут вот прям вообще очень низко. Блядь, нет, это самое. Еще надо ниже. Ну, что так? Чуть выше. Есть. Черт, проволока сломалась. Но своей цели я достиг. Где же нам взять чай здесь? Пинбол. А вот и чай. Ага. А вот и чай. То, что я искал. А теперь скорее назад. В замок. Индийский. Со слоном. Дожди назад в замок-то. А пинбол мы не посмотрели. Пинбол-машина. Потрепала ее жизнь. Так, посмотрим. Таблица рекордов. Первое место. Том. Второе место. Том. И так далее. Девятое место. Вик. Интересно. Вик это пацаненок, который убили в первой части. Ну, вроде бы тут и все. Ничего интересного нету. Тогда погнали. А, сразу мы в замок. Видимо, Бейси еще не вернулся. Сразу в замок переместились. А сейчас вот звонка нету. Ну-ка ящик посмотрим. Я все-таки думаю, что там что-нибудь может оказаться. Пусто. Ничего нету. Так, главный вход. В библиотеку. М-м-м-м, чай. Так, стол готов. Не хватает только кипятка. Лучше всего сообщить об этом Салли. Да, как-то странно принести сюда пустой чайник без кипятка. Он же не электрический, блядь. Давайте с Салли скажем. Добрый день, Салли. Привет. Привет. Салли, Бейтс передал, что вы можете звонить к чаепитию. Не хватает только кипятка. Неужели? Значит, мне все-таки можно поручить эту работу? Он сильно устал, пока ходил за покупками. Еще. Я вообще не понимаю, чего не попросил Луису. А я понимаю. Ну все, старухи, наверное, ушли. Да, как ветром сдуло. Я даже дойти туда не могу, да? А, просто так камера не меняется. Ну давайте глобус посмотрим в очередной раз. На, глобус. Ну неужели ты молотком будешь стучать, и они не услышат якобы? Хоть они старые... Это уже слишком. Требуется другой способ освободить пластину. Желательно беззвучный. А какой беззвучный-то ты че, эфт-то, дядя? Я почти уверен, что под каменной плитой потайной ящик. Вот только как до него добраться? Я почти уверен, что... Так как молотком брос... Это уже слишком. Требуется другой способ. Блин, другой способ. Ограда. Что за ограда? Вокруг глобуса декоративное ограждение или что-то вроде перил. Не понимаю, для чего оно здесь? Вокруг глобуса? Вокруг глобуса? Может, нет, тоже. Ну, нужен тогда какой-то инструмент. Может быть, монтировка, блядь, или чего? Где ее взять-то? Только у... У Луиса? А вон меч, блядь, Берина. Я смотрю, подковырнем. А, кстати, ну-ка, мы в запертую дверь. За дверью якобы находятся помещения, сильно пострадавшие во время пожара. А пока у меня нет ключа, я не смогу доказать обратное. Кстати, там Салли намыло ванну. Пол ванной. Может быть, что-то там изменилось? Может, пробка найдена будет? Швабры есть. Ведро? Салли оставила свой инвентарь для уборки. Старое железное ведро и швабру. Возьму с собой швабру. Половая тряпка. На хрена она нам? Может, в шкаф все-таки залезть? Что-то жена тут открывает его. Не просто так. Куча полотенец. Большие. Безумие передается по наследству. Что со мной? Что это? Ведение? Самуэль держал в руках книгу. И показывал на ту плиту. Ничего себе. Плитка. Ведение. Оно указало на эту плитку. Молотком ее расхиряет. Что еще происходит? Оно. Здесь пустая камера. Раскираем. Пришел. Мало того, он насырал на полу, блядь. Зеркало разбил. Стены разнес, блядь. Больше в камере ничего нет. А если мне повезет, дыру до моего возвращения не заметит. Пол снова чистый сух. Салли отлично потрудилась. Если твой босс Бейтс, иначе и нельзя. Давайте посмотрим, что за страница дневника. Страница из дневника. Тут текст, написанный от руки. Кажется, это из дневника Уильяма Гордона. С дополнениями его внука Сэмуэля. Насколько я помню, они оба бросились с башни замка. Может быть, Сэмуэль специально вырвал эту страницу и спрятал ее? Но зачем? Хм. Здесь множество маленьких пирамид или треугольников, вписанных в круг. Три фигуры перечеркнуты. Глобус, блядь. Глобус, мать его. Кажется, я уже где-то видел такие треугольники. Да. Полотенца не будешь брать? Куча полотенец. Большая. Так-так-так-так-так-так. Куча полотенец. Валим отсюда тогда. Расхерачили всю ванну. Кажется, это те же пирамиды, что на странице дневника Сэмуэля. Посмотрим. Их можно двигать. Маленькая пирамида. Подожди. Как ты их двигаешь? Ты их забираешь? Ну-ка. Текст на вырванной страничке мне ни о чем не говорит. Но вот этот рисунок пирамид, он кажется до странности знакомым. То есть вторая, четвертая и пятая. Наверное, дверь откроется. Так, готово. Но ничего не произошло. Я так узнал. Полотайной ящик. А в нем... Второй фрагмент мозаики. Сэр, чем вы там занимаетесь? Я... Я просто рассматривал вот этот ящик. Он необычный, правда? Совершенно верно. Раньше на этом месте была каменная плита. Вероятно, кто-то ее убрал. Спрошу у Салли. Пронесло. Леди Виктория... Хорошо быть. Даю вам час на отдых. Это не обсуждается. Что-то записалось в дневник. Кажется, я потихоньку схожу с ума. Так, найти третий фрагмент мозаики. Нет ни малейшего намека на то, где может находиться зрительная мозаика. Правда, есть еще одна запертая дверь. Интересно, что там на самом деле. Пробраться в комнату Бейтса. Если кто-то и знает тайны замка, то это Бейтс. Обыск его комнаты может дать потрясающие результаты. Вот только мне кажется, что он не собирается выходить оттуда. По крайней мере, живым. Может быть, все-таки подняться для начала? Постучаться? Надо его как-то выманить тоже. Мистер Бейтс? Да? Мы, кстати, про призрака так и не спросили у него. А что можете сказать о привидении Сэмуэля, который якобы видели некоторые туристы? Действительно, парочка туристов утверждали, будто видели его. Но вот уже 12 лет здесь не происходит ничего необычного. Разве что время от времени туристы брали замок чуть ли не приступом. Но это было раньше. А теперь уже нет? Нет. Хотя буквально позавчера приезжала супружеская пара. Они хотели увидеть замок и призрака. Они были очень любезны, и я разрешил им осмотреть сад. Не сомневаюсь, они были разочарованы. Призраков не бывает. У Бейтс явно проблемы какие-то с легкими, может быть, рак, туберкулез или еще что-то. У него даже баллоны кислородные стоят. Вам нехорошо, мистер Бейтс? Ничего. Ничего. Не хотите прилечь? Могу спать, когда освобожусь. Работа сама себя не делает. Салли могла бы вам помочь? Ха! Сильно сомневаюсь. Вы не очень-то высокого мнения о Салли, верно? Я не высокого мнения о ее работе. Зачем же вы ее наняли? Это не я придумал. Мадам настояла в помощь. Кажется, вы сделали не слишком удачный выбор. Ничего. Долго она здесь не задержится. А что вы можете рассказать о леди Элеонор? А почему вы не спросите ее саму? Хочу знать ваше мнение. Как вы считаете, почему после смерти мужа она привезла сюда Луиса? вы на что намекаете? Неужели цар попрошу вас, госпожа Элеонор, истинная леди? И она подобающим образом заботится о слугах. Луис не смог бы найти новое место, что он слишком стар. А здесь он получил что-то вроде пристанища. Но, похоже, это решение не устраивает ни Луиса, ни леди Элеонор. Кажется, будто она ему что-то должна. Я бы знал об этом. И могу уверить, что вы ошибаетесь. Леди Виктория. Насар? Она показалась мне немного печальной. Она достойная пожилая дама, на чью долю выпало слишком много испытаний. Смерть мужа и обоих сыновей, убийство, упадок замка, угасание рода Гордонов. Вот именно, сэр. Я обратил внимание на большую закрытую дверь на первом этаже. Советую держаться от нее подальше, сэр. Почему? Много лет назад в помещениях за этой дверью случился пожар. Разрушения так и не устранили. Дождевая вода размыла кладку, опал изгнили лет двадцать назад. Боюсь, что все это крыло зона смертельной опасности. А что это был за пожар, который уничтожил запертое крыло? Ужасная трагедия, в России у нас не редкость, к сожалению. Это случилось двадцать четыре года назад. Мастер Сэмюэль и его очаровательная избранница Кэтрин поженились и только-только поселились в замке. Мы надеялись, что со временем он вступит во владение замком отца и подарит нам наследника. Но они не прожили в замке и года, как в нем случился пожар. Причину пожара установили? Нет. В огне погибла супруга мастера Сэмюэля. Сам он исчез на двенадцать лет. Это был сильный удар для всех нас. Ну, слушайте, с другой стороны, Дэрон уже не двадцать четыре года. Он же вроде помоложе. Хотя хрен его знает. Ладно, давайте дальше спрашивать. Сэмюэль Гордон. Что это был за человек? Отец рано отослал его в закрытую школу. В детстве Сэмюэль был трудным, неуправляемым ребенком. В школе его поведение исправилось. Учителя отзывались о нем как о воспитанном, смышленом и дружелюбном мальчике. И на каникулах мы видели его таким же. После школы он познакомился с мисс Кэтрин, красивой и доброй женщиной. Они поженились и, казалось, были вполне счастливы. Казалось? Да. Когда они жили здесь, случались ссоры. Он был жесток? Но боюсь, что да. Миссис Кэтрин была несчастна. Но бывали хорошие моменты, иначе она ушла бы от мужа. Тогда мы это и заметили. У Сэмюэля Гордона было два лица. Одно любящий заботливый муж, другое высокомерный, жестокий эгоист. После смерти миссис Кэтрин его злая сторона оказалась умерла. Хозяин не навещал нас, но знакомые говорили, что он совершенно раздавлен и пребывает в глубокой печали. Но потом он вернулся и убил безвинных людей. Это ужасно. Мы все упрекаем себя. Наверное, мы боялись признать, что злая часть его души вернулась. А еще кто-нибудь пострадал в пожаре? Может быть, были ранены? Первый пожар обнаружила кухарка. Она пыталась вытащить миссис Гордон из огня. Пламя охватило ее, и женщина чуть было не сгорела заживо. Она спаслась, выпрыгнув в окно. При падении она сильно повредила спину. После этого ей пришлось уволиться. А почему вас так интересуют столь давние события? А да так просто еще одна молодая женщина сгорела на маяке. Мне кажется здесь нет никакой связи. До свидания Бейтс. До свидания сэр. Побазарили мы с Бейтсом но разговор особо-то ничего не дал на самом деле. Надо как-то выманить его оттуда и обыскать комнату. Но обыскивать комнату будем уже в следующей серии я надеюсь во всяком случае в следующей серии мы туда заберемся. Сегодня уже затянули охренеть как время игры но ладно. С вами был Малдер всем спасибо за просмотр до новых встреч всем пока до новых до новых до новых до новых Субтитры сделал DimaTorzok